Матрона Московская – прорицательница с чистой душой, исцеляющая людей и после своей смерти. Матрона возведена в ранг святых благодаря божественному происхождению своего дара и чудес, исходящих от нее. На этом канале уже есть несколько видео о житии и чудесах Матроны, и в этом выпуске мы продолжим разбирать ее предсказания. Одно из них касается каждого жителя планеты и внушает страх даже посильнее, чем войны и катаклизмы. И тут дело вовсе не касается выбора правительств, например, разных стран, их взаимодействия между собой. Тут вообще сложно представить, что с этим делать всем и каждому, кто на это влияет, чем это грозит. Итак, давайте разбирать страшное пророчество, которое приходится на 21 век. Оно звучало так. Люди начнут драться за воду. Стакан воды станет дороже драгоценностей. У кого будет вода, тот будет управлять. Недавно в комментариях под видео мне написали, что не стоит сравнивать святую, блаженную Матрону и ее дар от Бога с даром Ванги, который якобы высосан из пальца. Так вот, друзья, об истинном происхождении земных чудес, а также даров-прорицателей мы навряд ли доподлинно узнаем. Но есть возможность сравнить их пророчества и найти некоторые закономерности, возможно даже логику, составив тем самым предполагаемую хронологию будущих событий. И раз уж сегодня мы говорим о предсказании, связанном с очень важной темой пресной воды, давайте обратимся к подобным предсказаниям той же самой Ванги, которая сказала «Мир пройдет через свои испытания, потому что мы уничтожаем природу, и она нам отомстит. Все люди будут в этой войне. Лук, чеснок и перец исчезнут, а вода будет дороже золота. Молоко станет вредным для питья. Пчелы исчезнут. Разливайте воду в бутылки». Это Ванга произнесла летом 1995 года. Очевидно, что и слова Святой Матроны Московской, и речь провидец Ванги – это предсказание будущего, а не уже свершившихся событий. Возможно, что они приходятся на середину конец 21 века. В общем-то, это не добавляет оптимизма, так как нашим будущим поколениям в этом жить. Но опять же не все так просто. Нереальным сейчас кажется то, что без пресной воды окажутся абсолютно все. Кому-то же должно хватить в конце концов. И тут стоит обратиться к еще одному предсказанию болгарской провидицы, которое звучит так. Все золото, что сейчас скрыто под землей, выйдет на поверхность, а вода уйдет под землю. Когда же ее спросили, а не найдут ли способ наладить так называемую добычу воды из недр, она ответила, что воды бы этой хватило всем, если бы ей не стали торговать. То есть воды-то для всех оказывается будет достаточно. Но из-за того, что основные источники пресной воды будут в руках коммерсантов, простому жителю земли без денег вода уже будет недоступна. Именно чистая и пресная вода. Жителю земли может и недоступна, но только не жителю России. Ведь годы нехватки пресной воды на земле как раз логически связываются с годами рассвета нашей страны, если взять и другие предсказания на 21 век. Эти предсказания сделали как Матрона, так Ванга, так и множество других прорицателей, о которых снято видео на канале. Святая Блаженная Матрона называла середину и конец 21 века для России счастливым и беззаботным временем, когда всем и всего будет хватать, когда люди в России будут жить в богатстве и достатке. Но если обратиться к предсказаниям о мире вокруг нас, вокруг России, то все выглядит удручающим образом. Многие провидцы сходятся в пророчествах о том, что ожидается падение стран, мнящих себя сверхдержавами. Ожидается падение США, как сверхдержавы. Ухудшение общего уровня жизни в других развитых странах и государствах. Особенно пострадают духовно низкие страны, которые совсем было забыли о существовании высших сил и продолжают создавать видимость духовности, тогда как уже забыли, что это такое на самом деле. Итак, люди начнут драться за воду. У кого будет вода, тот будет управлять. Я повторяю слова Блаженной Матроны, чтобы вывести еще одну мысль. Возможно, не всем известно, но 97% всей воды на нашей планете составляет соленая вода. И всего лишь 3% приходится на пресные воды. Причем не все из них пригодны для питья. Ведь примерно половина из этих 3% приходится на воды, замерзшие в ледниках. Еще 0,75% из трех составляют подземные воды. И лишь оставшаяся маленькая доля – это пресноводные озера и реки. При этом Россия находится на первом месте в мире по возобновляемым запасам пресной воды. Именно в нашей стране сосредоточен один из наибольших объемов пресной воды на всем земном шаре. Даже Бразилия с полноводной рекой Амазонкой не сравнится с нами. Озеро Байкал, Ладожское, Онежское озера, тысячи рек, Талы и Артезианская вода. Мы богатые господа, и никакого дефицита пресной воды нам уж точно не грозит. Некто говорил, что вода – это такой источник энергии, возможности использования которого еще совершенно не изучены. Не кажется ли вам, что именно богатейшие на планете запасы пресной воды в скором времени приведут к Россию к мировому господству? Когда кто-то наконец обнародует результаты опытов с пресной водой и научится тому, о чем нам с вами сейчас можно только предполагать. Неужели все эти предсказания великих провидец и провидцев точно таким образом можно связать между собой? Кстати, если вы до сих пор недооценивали воду, только задумайтесь, что без нее невозможно жить на земле. Все живые организмы подчинены воде. Без нее нет существования. Энергию движущейся и падающей воды использовали наши предки. Они строили мельницы и лесопилки у воды, используя ее энергию. Но тогда они и представить себе не могли, что основная, самая важная энергия сосредоточена в самой воде, внутри этой воды. Даже обычный стакан воды обладает огромной силой и уже есть некоторые исследования на этот счет. Просто всем нужно уметь пользоваться. Многие не знают, как извлечь пользу, выгоду из воды, что она представляет собой на самом деле. Воду неспроста называют чудом природы, ведь она сама по себе кажется очень простой. Многие ее так и называют – простая вода. Однако таит в себе неведомую силу. У воды нет ни цвета, нет вкуса и запаха. Но если попробовать воду из разных мест, мы интуитивно чувствуем, что она какая-то разная. И хоть формула воды остается неизменной, посмотрите, насколько разной может быть ее структура. А ведь вода меняется в зависимости от окружающей среды, наших с вами мыслей и энергетики, царящей вокруг. Неспроста это все и, конечно, исследование воды нужно продолжать. По крайней мере, пока ее всем хватает. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить больше подобных видео. До новых встреч!